Сегодня в игре стартует ивент Железное Знамя, впервые с релиза Конца Света. В этот раз разработчики увеличили количество репутаций, начисляемой за матч, настроили баланс множителей между испытаниями и снаряжением, а также существенно, по их словам, увеличили множитель за использование эмблемы. Так что не забудьте надеть любую эмблему из Железного Знамени предыдущих лет, если отправитесь фармить игры, так будет выгоднее. Добавленные в предыдущих трех сезонах режимы Железного Знамени Раскол, Извержение и Крепость, по словам Банжи, хорошо себя показали. Я с этим не соглашусь, хуже игрового опыта в ЖЗ, чем когда там появился режим Крепость, у меня еще не случалось. Я помню, насколько я офигел, когда зашел после этого перерыва в игру и увидел в Железном Знамени Турель Кабал. Зачем? Ну да ладно. В этот раз режимы решили сделать подвижными. Каждую турнирную неделю Железное Знамя в течение сезона будет проводиться в одном из этих режимов попеременно. На этой неделе режим Контроль, на шестой неделе Извержение, а на девятой – Крепость. Так что на девятой не играем, записали. Что по наградам? Новое, не новое оружие, импульсная винтовка Коготь Йорума и снайперская винтовка Лисьий Укус. И то и другое уже неоднократно использовалась в разных сезонах и появлялась с разным набором перков. Какие ловить в этот раз? Для импульсной винтовки ищем зауженный ствол, рикошетные патроны, изгой и киллерский магазин, безумие или головорез. Раскаленность тоже норм, особенно для ПВЕ. Для снайперской винтовки в последние два слота подбираем быстрый удар и стрижающее оружие. Если в ПВЕ, быстрый прицел и первый выстрел, если в ПВП. Что это за сайт, на котором я перки двигаю? Д2 Фаундри. Вы можете сами как раз зайти, потыкать перки, посмотреть за тем, как меняются характеристики оружия в зависимости от одного или другого перка. Ссылку оставлю в описании и в комментариях. Спасибо за просмотр, удачи сегодня в Железном Знамени, не забывайте захватывать точки и подписываться на мою страницу Буськи. Пока.